Снегопады накрыли Европу. В Британии, Франции и Бельгии с перебоями работают железная дорога и аэропорты. На дорогах настоящий хаос. Почему передовые страны мира не справляются за снегопадом, который в Украине никого бы не удивил, знает Светлана Чернецкая, наш Субкор в Лондоне. Это очень редкое явление. Снега на знаменитых красных телефонных будках и черных кэбах не видели годами. Это такое зрелище. Жаль только, что снег сразу тает. Помню, что последний раз, когда снег чуть-чуть задержался и можно было сделать настоящего снеговика, это было лет 20 назад. Впрочем, наслаждение от настоящей зимней погоды очень быстро омрачилось. Поскольку снег и минусовые температуры в стране события исключительные, транспортная система совершенно к ним не готова. У нас продолжает действовать предупреждение о плохой погоде от метеорологического офиса. Посмотрите, сколько снега выпало за день. Проблемы начинаются с лондонского метро. Большинство линий подземки выходят на поверхность, а поезда не приспособлены к такой погоде. То же касается железной дороги. Огромные задержки в аэропортах, вдобавок к снегу, еще и сильный ветер. Многим пришлось ночевать просто в залах. Британская погода сделала заложниками 50 тысяч авиапассажиров по всему миру. Это очень грустно, конечно, что власть не справляется с такой погодой. Дети не идут в школу с общественным транспортом. Настоящая беда. Этот день войдет в историю как черный ледниковый понедельник. Десятки ДТП и огромные пробки на автомагистралях. Здесь водители не меняют резину на автомобилях. Ведь в Соединенном Королевстве зима зачастую мало чем отличается от осени или весны. Точно такой же логикой руководствуется местная власть. Да, можно было бы инвестировать в инфраструктуру и специальное оборудование, чтобы снег не приводил к такому хаосу. В частности, делать дороги с подогревом или закупать новейшие снегоочистительные машины. Но все расчеты показывают, что это будут неоправданные расходы. Гораздо дешевле переживать этот Армагеддон раз в несколько лет, чем тратить миллионы на такое редкое явление, как снег. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.